Всем привет, с вами РК74, и добро пожаловать на просмотр прохождения игры Готика. Это первая часть моего прохождения. Сейчас будет небольшой ролик, так что смотрим. Он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного. Война против орков раздавалась с новой силой, и каторжники вертами платили за это в высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии, и каждый, кто был повинен в преступлении, не важно, сколь серьезным она была, искупал свою вину в железных рудниках Хориниса. Дабы сделать для них невозможной саму мысль о победе, король поручил лучшим магам вертами сотворить барьеры окружающей долины. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита, но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хориниса отныне оказались во власти каторжан. У короля не было выбора. Ему было нужно железо. Год за годом королевство давало каторжанам все, что они требовали. Год за годом взамен каторжане приносили к Бальону. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник, который привели к скале на краю галины. Он не знал, что ждет его впереди. Именем короля Робара Второго я приговариваю этого каторжника к... Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу Круга. Я не тратил свое время. Ты можешь выбрать любую наряду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь. Что ж, хорошо. Я возьму весьма. Но на одном условии... Избавь меня от его болтовни. Как ты смеешь! Общание! Отправляйте! Добро пожаловать в нашу колонну. Да вы, уна, хватит! Оставьте ее! А теперь убирайтесь! Вставай! Хорошо ему врезали. Теперь вы знаете, в чем смысл игры. В начале только. Меня зовут Диего. Я... Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь? Хорошо. Что я должен узнать? Это в этом месте. По крайней мере, в старом лагере. Внутри барьера есть три лагеря. Старый лагерь самый большой. Он был первым. Как добраться до старого лагеря? Дорога выведет тебя сама. Старый лагеря, ближайшие поселения, которые встретятся тебе на пути. На подступах в лагеря. Внутри бродят немало диких тварей. Булит со своими парнями. Я здесь. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагеря, лучшее место для них. Булит. 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 Кто такой Гомес? Гомес самый влиятельный из воронок. Он правит старым лагерем на правах самого сильного человека в колонии. Предположим, я хочу стать одним из его людей. Что мне нужно делать? Возле ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя послал Диего. Я благодарю тебя за пол. Мы встретимся в старом лагере. Ну вот, все, диалоги уже поняли. Кстати, комментировать здесь есть воду не так уж и часто и много, потому что вот эти диалоги будут объяснять все подробно. Ну, вы знаете смысл того, что здесь колонии находятся, заключенных посылали, чтобы они руду добывали магическую, а из руды сделали такую, как бы сказать, мощные мечи и все-какое такое. Сейчас немножко погружу. Что ты здесь делаешь? Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к месту обмена. Особенно эти головорезы из нового лагеря. Ты новенький, которого зашвырнули только сегодня, верно? Да, это я. Остерегайся типов из нового лагеря. Я работаю на старый лагерь. Так же, как и все, кого ты видел у скалы, где происходит обмен. Ты уже поговорил с Гиего? Да, поговорил. Хорошо. Значит, ты в курсе всего происходящего. Почему мне следует опасаться людей из нового лагеря? По сравнению с новым лагерем, старое это тихое и безопасное место. Новый лагерь не получает товаров из внешнего мира. Их воры просто крадут все, что им нужно. Пост? Да, да. Другое мы можем подробнее узнать у Гиего. Ну, вообще, тут сразу же понятно, что еще барьер специальная построить, чтобы заключенные не сбегали, но что-то такое случилось, и барьер просто увеличился. Я вам не помню, даже сейчас немножечко увеличился. И теперь заключенные просто с тем внешним миром договорились, что они будут отдавать магическую роду, а те будут отдавать им все, что они захотят. Вот, хороший договор. Агамес это самый сильный даже, можно сказать. Человек, именно человек в этой колонии. Кстати, Кирку, что я подобрал сейчас, лучше ее не использовать как оружие. Потому что, во-первых, оно, по-моему, урочное, а во-вторых, оно мало наносит урона. Советую вам брать сейчас ржавый меч, он здесь рядом будет валяться. Это одноручное оружие. Им будешь быстрее драться, плюс урона больше. Кирку не надо брать, его лучше продавать. Одно из правил. Одно из правил, подбирать все. Ничто не бывает лишним. Если бывает лишним для вас, то можно это просто будет продать. Либо на какую-то вещь, либо за деньги. А за деньги можно что-нибудь купить. В общем, вначале всегда надо все подбирать. Ничто не будет мешать нам. И вот, видели, я первого врага увидел. Это падальщик. Молодой именно падальщик. Молодые падальщики, они слабые. А вот просто падальщики, вот они уже помощнее. И за каждого убитого врага будем получать очки опыта. Очки опыта нам помогают повышать уровень, ну, в зависимости от того, сколько нам надо. А на каждый новый переход уровня мы получаем 10 очков обучения. За которые мы можем прокачать нашего героя. Так вот, заберем. Я собираюсь залезть на холм, потому что там находится другой вид врагов, плюс 2 падальщика. Вот. Те розовые. Это кротокрысы. Тоже слабые. За них также остаются молодых падальщиков, лучше получать. Все. А теперь у них забираем. О, эликсир. Странно. Эликсир в основном только у магов. Ну, не думаю, что это маг, потому что маги, они хоть сотню идти в холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм. Крепость, что я показал, есть стартый лагерь. Вот туда нам и надо сейчас. Там будет нас ждать Диего, и мы можем у него поспрашивать еще поподробнее. Дохни ты. Что такое? Пойдем, наверное. Вот, и все. Ну, все. Так, сейчас жизнь привалит. На этом я заканчиваю свою первую часть прохождения Григотика. Всем спасибо за просмотр. Пока.